В Охотском море у берегов Камчатки потерпел крушение автономный траулер Дальний Восток. Жертвами трагедии стали 54 человека. Спасены 63 члена экипажа. Судьба 15 человек неизвестна. К их поиску привлечены почти 800 спасателей. Как сообщили в МЧС, сигнал о бедствии траулер не подавал. Причиной катастрофы могла стать пробоина, полученная при столкновении с дрейфующим льдом. Всего, напомню, на судне было свыше 130 человек. Большая часть – россияне, остальные – иностранцы из Мьянмы, Украины, Литвы и Вануату. По факту крушения судна возбуждено уголовное дело. На данный момент в зоне чрезвычайной ситуации работают 26 судов. Для оказания помощи в поиске и спасении пострадавших судна вылетел вертолет Ми-8 АСЦ ДВРЦ. На борту 8 человек, из них 3 спасатели, 1 медик. Очередные успехи в борьбе с террористами армия Чада ликвидировала несколько сотен экстремистов из нигерийской группировки Бока-Харам. Столкновения произошли неподалеку от границы между Нигером и Нигерией. Силы коалиции нескольких африканских стран ведут боевые действия против группировки с начала года. Им уже удалось освободить от террористов несколько городов Нигерии. Действующая здесь и в соседних странах организация Бока-Харам выступает за введение законов шариата на подконтрольных ей территориях и за борьбу с Западом. Жертвами группировки, ставшей активной 6 лет назад, стали более 3000 человек. В Восточном Казахстане решили проблему хранения мышьяк, содержащих отходов промышленного производства. Более 50 лет их складировали на отвалах Усть-Каменогорского металлургического комплекса без защитного покрытия почвы. Сегодня в компании Казцинк разработали систему предварительной очистки мышьяка, а также построили полигон для его безопасного содержания. На Усть-Каменогорском медном заводе в товарную продукцию возвращают 11 видов торсырья. Селе Наталья Артути. Эффективной технологии переработки мышьяка как на предприятии, так и в мировой практике просто нет. Зато здесь научились максимально снижать класс опасности мышьяк, содержащих отходов. В цехах они проходят обезвреживание и уже в сухом виде фасуются в биг-беги. Наши наработки позволяют перевести из Искового мышьяковеста кекс со второго класса опасности в четвертый класс опасности, чтобы понимали, это такие же отходы, как твердобытовые наши. Далее мышьяк железнодорожным транспортом перевозят на специально подготовленную площадку Балапан, Семипалатнинского ядерного испытательного полигона, где земли не используют для хозяйственных нужд. В выбранном участке грунтовые воды залегают на глубине 20 метров, почва глинистая, с горными породами и бетонной подушкой. Все эти факторы полностью исключают попадание в почву вредных веществ. Для того, чтобы пойти по варианту полигона поверхностного, мы изначально, конечно, посмотрели не только в Казахстане, но и вообще в Европе и мире, как с этим отходом поступают. На строительство первых двух шахт полигона Казцинк потратил более 2 миллиардов тенге. В планах компании подготовить еще 14 хранилищ. Они будут заполняться ровно 25 лет. Вячеслав Фетлугин, Аслан Тулепов, Восточно-Казахстанская область. Около 2 миллионов тонн груза перевезено за 8 месяцев с момента запуска новой железнодорожной ветки Аркалык-Шубархоль. Реализация этого проекта позволила Аркалыкской станции из Тупиковой перейти в разряд транзитных. С открытием новой железной дороги получил развитие и сам моногород. Здесь строятся многоэтажные дома и создаются десятки рабочих мест. Очередной грузовой поезд отправляется в путь. Через станцию Шубархоль в Китай доставят железорудный концентрат Соколовско-Сарабайского горнообогатительного комбината. Машинист Марал Букеев переехал в Аркалык месяц назад из Алматинской области. Это его десятая поездка по новой ветке. До этого пять лет работал помощником машиниста на станции Матай. Переехал в Аркалык вместе с семьей. Нас обеспечили новым жильем и хорошей работой. Общая протяженность железнодорожной ветки Аркалык-Шубархоль – 214 километров. Ежедневно по ней проходит три состава. Основной груз – уголь. В ближайшее время по этой магистрали в страны Европы будет поставляться пшеница и другие отечественные товары. В текущем году запланирована перекладка путей, расширение горловины железнодорожных путей на станции Аркалык. Мы имеем в сутки до трех составов. Через год Казахстан теперь планирует увеличить втрое загрузку данного маршрута. Кроме этого запустить пассажирский рейс. В городе появился небывалый спрос на специалистов-железнодорожников. Приглашения на работу местные власти рассылают во все уголки страны. Чтобы обеспечить прибывающих в город специалистов жильем, в Аркалыке начали строить дома. Эту 45-квартирную пятиэтажку возвели с нуля. И она, уверяют, здесь не последняя. Для специалистов мы построили еще два 18-квартирных дома. В самом Шубарколе 4 18-квартирных дома. В общей сложности 72 квартиры. Также на этой ветке появится школа. Спрос на жилье будет расти, считают специалисты. В ближайшие годы на железнодорожной ветке Аркалык-Шубарколь в общей сложности будет создано 1200 рабочих мест. Наталья Строкова, Магауя Калиев, Сергей Трахтенберг, Кустанайская область. Ветеранов Великой Отечественной войны не забывают павлодарские школьники. Магмура Шаймарданова – ветеран тыла. Бабушка призналась тронута таким вниманием. Ребята с интересом слушали ее рассказы о послевоенном времени. Она вспоминала, что в восстановлении народного хозяйства участвовали все, независимо от возраста. Тогда в восьмилетней Магмуре выпала доля работать с раннего утра и до позднего вечера в совхозе. Школьники признались, каждая встреча с ветеранами производит на них неизгладимое впечатление. Я считаю, что каждый долг ребенка, жасландца – помогать именно этим людям, которые участвовали на войне. Так как они отдавали жизнь ради нас, ради нашего спокойствия. Я считаю, что каждый ребенок должен помогать и не забывать никогда ветеранов. Карагандинцы готовятся к экспо и разрабатывают новые туристические маршруты. В области проходит конкурс «Сараарка. Туристическая-2015». Проекты представили 15 участников. Учителя предлагают создать в городе музей авиации и космонавтики. Бизнес-тренеры выступают за организацию языковых лагерей и бизнес-туризма. Чиновники из Приозерска презентуют свой военный городок, а студенты и туроператоры рекламируют красоты Каркаролинского и Улытаусского районов. Интересные легенды, исторические достопримечательности, национальный колорит – вот главные приманки для туристов. На втором этапе конкурса члены жюри отправятся по всем этим маршрутам лично и тогда уже выберут самые перспективные проекты для последующего продвижения. Конечно, привлекать и программы, привлекать заинтересованных лиц, возможно, каких-то коммерсантов к тому, чтобы благоустроить и подумать, как лучше этот маршрут обустроить. Все организаторы заинтересованы в том, чтобы эти маршруты они зажили своей жизнью и привлекали как можно больше гостей в нашу область. Меч Харагула Би – оружие Есидбатыра Камча Героя Советского Союза Идриса Ургеншпаева. Эти и многие другие уникальные вещи выставили в Октюбинском историко-краеведческом музее. Ценные экспонаты привезли и схранили из Шалхарского районного музея. Всего в нем хранится более 10 тысяч исторических материалов и археологических находок. Благодаря акции «След в истории» октябинцы и гости города смогут увидеть самые интересные экспонаты всех музеев области. Мы привезли инструменты мастера Зергера Кенеса Орунбаева – немного старинной посуды со святых мест. Фонд районного музея активно пополняется благодаря местным жителям. Они многое приносят, наиболее ценные мы выкупаем. У нас есть такая возможность. Впервые за историю архалыкского бокса чемпионом Казахстана стала девушка – воспитанница местного детско-юношеского спорткомплекса. Чемпионат завершился в Павлодаре, где в категории 54 килограмма состязались 16 молодых участниц. Наш корреспондент в регионе Игорь Нидерер решил выяснить, насколько вообще закономерна победа местной спортсменки и каковы перспективы развития массового профессионального спорта в Торгайском регионе. Ему слово. Увидеть на татаме вот такую фигурку с косичками легко, если вы в архалыке. В этом спорткомплексе занимается около 900 детей. Дзюдо, казахшакюрес, бокс, футбол – всего по шести видам спорта. Сейчас молодежь стремится к спорту, я бы сказал, даже с радостью. У нас все бесплатно и доступно любому архалыкчанину. Даже витамины бесплатно выдаем. А тех ребят, которые достигли чемпионства или просто высоких показателей, снабжаем экипировкой и бесплатно возим на соревнования. Каждый солдат мечтает стать генералом. Наша цель – воспитать олимпийского чемпиона. И кандидаты имеются. Вот пример. Местный воспитанник недавно выступил в Турции. А сейчас борец готовится к азиатскому чемпионату. Штанга. За пять лет здесь воспитали уже четырех мастеров спорта по тяжелой атлетике. Сейчас многие молодежи занимаются этим видом спорта. Мы показали хорошие результаты. Чемпионы, мастера спорта есть. Чемпионы Казахстана, многократные призеры есть. Дзюдоист Аршад Балмаш – ученик четвертого класса. Занимается два года. Аршад – как раз один из тех мечтающих солдат. В Астане я занял третье место. В Костанае взял золото. Дальше планирую участвовать в престижных состязаниях. А моя мечта – занять первое место на чемпионате страны и попасть на мировое первенство. Мечты мечтами, но важна и база. Здешний спорткомплекс – первый по оснащению во всем Тургая. Приглашенные тренеры – спортсмены с солидными титулами. Сейчас ребята усиленно занимаются. В мае стартует чемпионат Казахстана под дзюдо Степногорске и казахстанская спартакиада в Талдыкургане. Игорь Нидорер и Сергей Трахтенберг – Аркалык. В Туркестане стартовал международный турнир по боксу, посвященный памяти олимпийского чемпиона Бигзата Сатарханова. Для участия в крупном спортивном мероприятии съехались более 200 мастеров кожаной перчатки со всех регионов республики и восьми стран мира. Сильнейших в этом виде спорта будут выявлять пять дней среди мужчин в десяти весовых категориях, среди женщин в трех. Сильные составы по традиции выставили команды России и Узбекистана. В торжественной церемонии открытия приняли участие олимпийские чемпионы Бахат Сарсихпаев и Серик Сапиев. Они приветствовали участников соревнований. Напомним, что 15 лет назад в Туркестане Сберзат Сатарханов стал олимпийским чемпионом в Сиднее. И сегодня нашему именитому соотечественнику исполнилось бы 35 лет. И к этому часу у нас все. Смотрите новости на сайте хабар.кезет. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok